Ну а в заключение вернемся в мир неразгаданных тайн. Вопеки мнению большинства криминалистов всего мира, загадочное исчезновение людей это не всегда результат чьих-то преступных действий. Во всяком случае, одна из версий объясняет причины таких исчезновений наличием параллельных миров, куда время от времени и попадают отдельные граждане. Фантастика, спросите вы, не торопитесь. Трагические события, которые произошли в 1998 году в городе Кенте, потрясли жителей Британии. Четверо подростков вошли в балаганный дом смеха, чтобы развлечь себя в комнате кривых зеркал. И бесследно исчезли. С тех пор прошло более 12 лет, но никаких следов так и не обнаружено. Через три года при схожих обстоятельствах в этом же балагане пропали еще двое. Потом еще. Все дети были знакомы друг с другом. Единственное разумное объяснение исчезновения детей это появление серийного маньяка. Так, во всяком случае, решила полиция. Однако никаких следов или хотя бы зацепок, которые бы подтвердили эту версию, полицейские не нашли. Тем не менее, зловещий балаган был закрыт. И, как это ни странно, после этого таинственные исчезновения прекратились. Некоторые исследователи выдвинули на первый взгляд невероятную гипотезу. В искривленном пространстве зеркал был вход в параллельный мир, куда и попали дети. На первый взгляд такая гипотеза выглядит фантастической, но все же в ней есть рациональное зерно. Современная физика, скажем, физика элементарных частиц, квантовая механика, она уже давно оперирует многомерным пространством. Пространство 20 измерений, еще больше. Но считается, что эти измерения, они существуют на уровне элементарных частиц, а на уровне макрообъектов, они как бы сворачиваются, то их не видно. Однако о том, что мир многомерен, знали издавна. Об этом говорили Платон и Аристотель, Исаак Мьютон и Джордан Бруно. Теория параллельных миров или множественных миров существовала издревле. Даже в христианстве приводятся слова о том, что много обителей или домов моего отца. Различные мифауры, множественные миры. Древние знали не только о существовании других миров, но они также знали, где находятся порталы, через которые появляются в нашем измерении внеземные существа, боги. Как правило, такие места считались сакральными, и доступ к ним был только у избранных. Порталы занимали очень важное место в жизни всех традиционных цивилизаций. Они стремились их контролировать, как священные места, через которые происходил контакт с учителями человечества, откуда они получали знания для своего развития. И таким образом их конкурентное преимущество перед другими цивилизациями повышались. Один из таких порталов, как предполагают исследователи, находился в древнем городе Тиуанако в Боливии. Мало кто знает, что в поисках Шамбалы нацисты посылали свои экспедиции не только на Тибет, но и в Антарктику, и в Южную Америку, а точнее в регион Боливии и Перу. Они проявляли особый интерес к городу Тиуанако. Любопытно, что руководил поиском Шамбалы никто иной, как штурмбанн фюрер СС барон Вернер фон Браун, отец всего ракетостроения, создатель ракеты Фау-2 и позже руководитель американской космической программы. Сам город Тиуанако – одна из загадок истории. Он был построен некой неизвестной цивилизацией за много веков до создания империи инков. В городе сохранились пирамиды, храмы, а также ворота Солнца. На них был изображен главный бог пантеона – Веракучи. По легенде, именно через эти ворота он попадал на землю из параллельных миров. Рядом с воротами находится не менее загадочный храм, углубленный в землю. На стене этого храма изображены головы людей и каких-то непонятных существ, которые выходят как бы из стены. Впрочем, и в самом городе происходят странные и загадочные явления. Мы там когда были, там, конечно, регистрируется целый ряд аномалий, которые, в общем-то, совершенно уникальны. И аномалии на уровне негаэнтропийных полей, аномалии на уровне, скажем, уже самых обычных физических объектов. Скажем, вот есть такие камни, возле которых батарейки разряжаются очень быстро. Другие, наоборот, восстанавливаются элементы питания. По ночам полицейские отказываются охранять Тиуанако. Они очень боятся демонов, которые, по преданиям индейцев, утаскивают людей в другой мир. По этой же причине там избегают появляться по ночам и охотники за сокровищами. Есть версия, что порталы перехода в другие миры есть на земле в разных местах. Это могут быть аномальные зоны, места искривленного пространства, такие как Тибет, Нашалтай или Скалистые горы в Америке. Местные населения называют такие места гиблыми. Однако тайны параллельных миров пока закрыты для человечества. Видимо, время открывать порталы еще не пришло. Елена Агафонова, Светлана Гармаш, аналитическая программа «Поскриптум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова